На уже упомянутой коллегии Федерального агентства по делам национальности глава коллегии отмечал, что реестр свою задачу в части объединения казачества и привлечения казаков к несению государственной службы не выполнил. И такое заявление, в общем-то, серьезное о том, что государственная политика в отношении российского казачества дает существенный крен, впервые сделано на подобном государственном уровне. И это действительно так, потому что основная причина, как мне кажется, не только мне, а многих тех, с кем я общаюсь, атаманов, казаков, заключается в том, что законодательство российское, касающееся казачества, во многом противоречиво. Некоторые его положения не отвечают современности, вступают в противоречие с другими законами, ну и просто не выполняются. Ну, например, вот уже упомянутый в прошлый раз закон о государственной службе российского казачества. Там в этом законе, даже в самом названии написано, и из него как бы следует, что существует какая-то особая служба для казаков, для казачьих обществ. В то время как федеральный закон о системе государственной службы Российской Федерации никаких привилегий, никаким группам, ни по национальному признаку, ни тем более по принадлежности к каким-то общественным или некоммерческим организациям, которыми является казачье общество, некоммерческие организации, он не позволяет нести государственную службу. Государственная служба может быть и несется только на профессиональной основе. Если это воинская служба, это служба в вооруженных силах, или служба в погранвойсках, или служба в войсках Министерства внутренних дел, ну и так далее. Гражданская тоже самое предусматривает. Схождение в штат, с присвоением там, где это положено, званий, социального пакета и так далее. Не может считаться и не считается государственной службой участие казаков, к примеру, в оказании помощи органам МВД в качестве общественных дружинников. Они, кстати, и отличаются от обычных общественных дружинников только тем, что имеют право носить казачью форму. И то не всегда, и не везде. И сейчас уже наблюдается тенденция, что стали запрещать казакам, в частности в Москве, в ряде случаев, одевать казачью форму. Даже в удостоверениях уже дружинника тоже снимки, чтобы фотография была сделана в гражданской форме, но не в казачьей форме. Вот это вот такое обещание казакам несения госслужбы, невыполненное, конечно, приводит к разочарованию, с одной стороны. С другой стороны, приводит еще к более серьезным последствиям, в частности, связанным с тем, что в том же законе написано, что члены казачьих обществ, взявших на себя обязательства понесения государственной службы, я подчеркиваю, взявших, не несущих ее, они не имеют права участвовать в политических партиях, движениях, а также общественных организациях, имеющих политическую основу. То есть, фактически, это нарушение Конституции, ограничивающие права членов этих казачьих обществ, граждан Российской Федерации, которые могут быть членами и являются членами этих обществ, участия в политической жизни страны.